Психологи утверждают, что на судьбу и характер человека влияет его наследственность, воспитание и окружение. Но все же с давних времен наши предки в поисках многих решений полагались на звезды. В наши дни астрология заняла свою нишу среди современных наук, а астропрогнозы стали довольно популярными в обществе. Сегодня мы хотим предложить вам гороскоп на первый осенний месяц. Что же ожидает в сентябре 12 зодиакальных знаков? Смотрите дальше. Овен. Первый месяц осени подарит Овнам много положительных эмоций. Интуиция поможет обойти все трудности и ловушки. Благодаря этому представители знака смогут найти время на помощь другим и обзаведутся верными союзниками. Проблем в личной жизни не будет. Возможно, огненные Овны даже встретят того, кто уже в скором времени станет им по-настоящему дорог. Телец. Сентябрь – время учиться чему-то новому. В этот месяц тельцы будут активно тянуться к знаниям и получать ценные навыки. Ваши друзья и родные будут мотивировать вас двигаться дальше и достигать новых вершин. В конце месяца лучше успокоиться и найти время для отдыха, иначе можно перегореть. Постарайтесь сохранять трезвый взгляд на происходящее и не поддавайтесь эмоциям. Близнецы. В первый месяц осени представителям воздушного знака будет сложно не потерять голову. Постарайтесь не впадать в крайности и плыть против течения. Это сделает только хуже. Отключите эмоции и действуйте. В сентябре придется много помогать окружающим, поэтому не забывайте отдыхать. Не исключено и начало новой романтической истории. Рак. В начале месяца будет сложно найти общий язык с окружающими. Однако не стоит переживать, потому что ближе к середине сентября ситуация стабилизируется. Постарайтесь держать эмоции под контролем и не реагировать на вызывающее поведение окружающих. Слушайте свой внутренний голос и действуйте так, как подсказывает вам сердце. Не стоит вмешиваться в конфликты. Лев. В этот месяц представителям огненного знака нужно действовать так, как советует разум, а не эмоции. Если пойти на поводу у чувств, можно спровоцировать много серьезных ссор с близкими людьми. Не исключены интересные встречи и новые знакомства. В сентябре может начаться новый роман, но он вряд ли перерастет во что-то серьезное. Дева. Сентябрь для Дев пройдет в спокойной атмосфере. Это позволит справиться со своими проблемами и избежать их перерастания в нечто глобальное. В конце месяца астрологи рекомендуют Девам не принимать никаких важных решений и просто плыть по течению. Также не стоит слушать советы окружающих. Ваша интуиция и внутреннее чутье укажут правильный путь. Весы. Согласно прогнозам астрологов, сентябрь станет для представителей знака одним из самых сложных месяцев в 2020 году. Для того, чтобы избежать трудностей и серьезных проблем, нужно попытаться не впадать в крайности и не ввязываться в конфликты с окружающими. К концу месяца внутренних сил у весов останется очень мало. Однако не стоит отчаиваться. Отнеситесь ко всем неприятностям по-философски. Те уроки, которые вы усвоите в сентябре, помогут вам в будущем. Скорпион. Представители знака в сентябре ждут небольшие трудности на работе. Мелкие ошибки не останутся без внимания руководства. Но это единственная причина, по которой скорпионы будут нервничать в первый осенний месяц. Во второй половине сентября можно рисковать. Однако астрологи советуют не бежать впереди паровоза и действовать с умом. Стрелец. В этот период представители знака будут увлечены работой и деловыми вопросами. Это может негативно сказаться на личных отношениях с окружающими. Возможно, что перед стрельцами даже встанет вопрос любовь или карьера. Придется приложить усилия, чтобы в обеих сферах все было хорошо. Козирог. В сентябре представители знака с головой идут в работу. По словам астрологов, влияние негативных тенденций обойдет их стороной и никак не скажется на их деловых и семейных отношениях. К концу месяца козирог добьется отличных результатов, причем как в личных делах, так и в служебных. Водолей. Сентябрь – время конфликтов для водолея. К сожалению, не всегда будет удаваться сохранить самообладание и терпение. Осенью представители знака будут разрываться между работой, учебой и любовью. Не нужно пытаться убить двух зайцев сразу. Лучше провести сентябрь в спокойной обстановке. Рыбы. Представителям этого знака зодиака в сентябре следует находиться в компании друзей и близких. Одиночество может привести к тому, что вы погрузитесь глубоко в себя. Не стесняйтесь просить о помощи и принимать ее от окружающих. Это поможет избежать серьезных проблем и внутренней пустоты. В сентябрьском астропрогнозе 2020 года различные события оказывают определенное действие на жизнь и судьбу человека. Опираясь на предоставленный гороскоп, вы сможете выбрать самый благоприятный жизненный период и избежать некоторых неприятных моментов в отношениях, семье, карьере и работе, а также обрести гармонию с собой и своим партнерам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!